Господь, слава Тебе за этот день, который Ты сотворил для радости, ликования, веселья, за то, что этим утром обновилась милость Твоя к нам. И мы молимся, Бог, чтобы нам проникнуть в глубины Твоего вечного замысла, в глубины того, что Ты определил для человечества, для чего Ты сотворил все. Говори, Господь, дай нам понимание того, для чего все, понять, познать эту тайну Христа, который воплотился в человеческом теле, искупил нас, став священником навек по чину Мелхиседека. Мы просим, Господь, открой наш ум к разумению Слова Твоего, открой наш дух к чувствованию Духа Твоего, чтобы, как написано, соединяющийся с Господом был один Дух с Ним, и нам, чтобы ходить в Духе и в истине во все дни нашей жизни, отныне и вовеки. Аминь. Итак, зайдя сюда, вы прошли несколько дверей. Двери, ну, это то же самое, что ворота. И работают они не в одну сторону. То есть, как заходят, так и выходят. Что работает чаще всего в одну сторону? Там, яма, да, допустим? Ну, то есть, провалился туда и с концами. Пропасть. Вот такого нет, что я пойду там в пропасть и потом назад вернусь. То есть, что-то такое вот есть в один конец. Но ворота – это портал туда и сюда, и войдет, и выйдет. Так вот, не так давно, идя по улице, я услышал в Духе такие слова. Врата ада – это портал в обе стороны. Это не яма, это не ров, это не пропасть. Если можно войти во врата, значит, с них можно и выйти. Вот такое вот. Очень много лет, конечно, ворясь в христианских учениях, теологиях, мы имели определенный формат. Вот там, да, человек после смерти, согрешивший, попадает в ад. На веки вечные, и там будет мучиться. И мы это приняли, эту концепцию, да, так описано, что люди попадают таки в ад. Но, имея свободный, свободно мыслящий разум, можно, читая Библию, обнаружить, что не все так однозначно. И, допустим, мы читаем, что придет момент, когда из ада люди выйдут. И ад отдал мертвых бывшим днем. Это значит, что врата ада, это не в одну сторону, ворота работают в обе стороны. Ими можно входить и выходить. И за такие слова кое-где могут придать анафеме, отлучить и сказать, что ты несешь, что человек может быть из ада забран. Да, вот это я несу сегодня. Я хочу поделиться, потому что это то, что сказал Господь. Портал это, ну, то есть вернемся. И вот эта теология, рассказывающая об аде, ничего не говорит о море, в котором тоже содержатся мертвые. И почему какие-то мертвые идут в какое-то море, непонятно какое, вообще ноль. Никто ж не пугает, покайся или в море пойдешь. Он говорит, да я с радостью, поехали на море. И об этом почему-то нет информации, но при этом очень строго, очень жестко на отстаиваем право людей умереть в аду. Есть, ну, сейчас, постепенно. И отдало море мертвых, бывших в нем. И смерть и ад отдали мертвых, бывших в них. Смерть и ад. Более того, когда начинаешь со свободным разумом читать Писание, видишь, что смерти тоже две. Первая и вторая. И почему не говорится, какая между ними разница? Почему над кем-то смерть вторая не имеет власти? И что это за смерть вторая, когда уже смерть побеждена или не побеждена? Какая из них побеждена была? Но смерть вторая приходит, когда? Когда уже море отдало мертвых, смерть и ад отдали мертвых, и судимы были все по написанному о них. И вот тогда смерть вторая пришла. И смерть вторая означает озеро, горящее огнем и серой. И смерть и ад брошены были туда. Ничего не упоминается про море, куда оно девалось вдруг. Поэтому я к чему это говорю? К тому, что нам надо выходить за рамки, чтобы понять Божий замысел. И не сидеть в этой 50-столетней теологии, которая просто... Почему мы не хотим этого знать? Мы не хотим и все, не хотим, не хотим, не хотим. Нет, 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 все в ад, в ад, в ад, в ад. Задолбали уже. Есть, конечно, другая обочина ада. Нет, сейчас об этом стали говорить. Всех Бог простит в оконцовке. Это другая обочина. Но, честно говоря, вот эта обочина инквизиционная не лучше. Дай бы волю, дай бы волю церкви в ад отправлять людей. Мама дорогая. Так они отправляли друг друга. Епископ епископа бы отправлял в ад, потому что верит, что он еретик. Через день. К чему это все? Ад это портал, врата ада, описанные в Библии. Это вход в оба конца. Идем дальше. Ишуа сказал, имею ключи ада и смерти. У кого ключи от этого зала, тот нам его и открыл, пустил сюда. Так вот, ключи от ада у Иисуса Христа, а не у сатаны. Я Альфа и Омега, первый и последний книга Откровения, имею ключи. То есть, он решает, кто туда зайдет и кто оттуда выйдет. Иначе зачем эти ключи нужны? От ада и смерти ключи от ада и смерти ключи у нашего Господа. Это простые вещи, да? Ничего я еще не сказал того, что... О, это что такое? Вы все знаете, ворота, дверь, туда-сюда можно входить-выходить. Врата ада. То же самое. Канал, портал, дверь, туда и сюда можно входить-выходить. Теоретически. Мы же не знаем, как это происходит на самом деле. Второе. Ключи от ада у Иисуса. И он таки имеет полную власть над адом. И над всем, что там. У кого ключи от квартиры, того и деньги в квартире. Имущество принадлежит тому, у кого ключ. Следующее, что показал Господь, что сейчас враг целенаправленно ведет осквернение темы. Темы, которая поднялась уже пару лет как. Ад это не конец. Помните? Ад это не конец. Попавший в ад человек, это не значит, что с ним покончено. И он по этапу в озеро огненное уходит. И мы разбирали, есть эта тема. И понятно, что для верующих такие вещи было слышать и до сих пор слышать. Воу, что ты говоришь? Это что, теперь можно грешить, и потом тебя все равно простят? Вообще, кто спрашивает, можно ли грешить? Один ответ. Иди и греши, кто тебя держит. Кто тебе мешает грешить? Да нагрешись какой-то. Нажрись уже этого дерьма, чтобы из ушей полезло. И потом все, не хочу больше грешить. Хочу жить чистой жизнью. Как будто отец младшего сына не припрятствовал. Хочешь идти? Иди, на тебе имение. Иди, если ты хочешь. И он пришел, все потеряв. И отец его... Эта вот притча сегодня тоже сюда, в тему. Нужна. Младший сын, который заслуживал презрения. Вообще, знаете, вычеркнуть его из завещания, лишить фамилии, гражданства. Отец ради него устроил пир и радовался его возвращению. Ну и был старший, хороший, тоже хороший, который не уходил, не блудил, не кутил, не гулял. Хороший. Но что-то у старшего оказалось нехорошее внутри. Он чего-то недопонял. При этом оба они остались сыновьями своего отца. Мы сейчас к этому послову еще кое-что посмотрим. Итак, враг ведет целенаправленно осквернение темы. Ад это не конец. Это я образно говорю. Я не знаю, как ее назвать, эту тему. И сейчас появились учения. Вот недавно был шкандаль. Шкандаль в интернете. Вообще, это смешная, конечно, тема. Шкандалы в интернете. Скандалы, интриги, расследования. Не успела произойти, мне уже ссылки шлют. А ты слышал, а ты знаешь, а тот пастор сказал, а еще называл тебя земляным червяком. Ух, сейчас посмотрю. И вот какая тема была, что ада нет, реинкарнация, все, живи сколько хочешь, пока ты не проживешь свято, будешь повторять и повторять. Конечно, это обочина и ложь, потому что это противоречит Библии. И те люди, которые говорят такое, они говорят, Библия не нужна. Это не то. У нас есть откровение получше. Это хороший признак того, что надо выключить побыстрее все эти записи. Причем я того пастора, я его и не знал. Я знал, только понял, откуда он. Так вот, идет осквернение темы, чтобы мы еще больше в сторону инквизиции откатились. Сказали, нет, ад, ад, все, в ад, попал в ад, тварь, будешь гореть и мучиться за то, что курил. Курил, курил, в ад пойдешь, грешник. Вот церкви нравится такое. Это не из-за того, что, да, кури там, да, все нормально, брат, сестра, курите, ничего не будет. Это не об этом речь. Это страстное желание верующих отправлять людей в ад. Это пугает. Ладно. И вот теперь, смотри, враг не хочет, чтобы мы обладали полной и истинной информацией. И пытается толкать в крайности. Теперь простые вещи, которые я скажу. Смотрите, написано. Милость. Смотрите. Бог наказывает до третьего и четвертого рода. Помните? Но милует до какого? До тысячного. А тысяча родов это не тысяча лет. Один род в Библии 40-50 лет. Умножайте. На мгновение гнев его. Написано так. На что? На века милость. На мгновение. То есть 3-4 рода и 50 тысяч. То есть, да, вот. Это много. То есть, на мгновение, а гнев на века милость. Ну, 50 тысяч лет я имею в виду. Дальше. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Милость Его вовек, истина Его из рода в род. Теперь, для кого милость проявляется для тех, кто любит Бога. То есть, если я люблю Бога, то тысяча поколений после меня будут иметь милость. Потому что я умру, я не смогу прожить тысячу лет. Для кого эта милость тогда? Для тех, кто после меня будет жить. Смотрите, даже по Ветхому Завету проклятие. 3-4 рода потомки расхлебывали. Это Ветхий Завет. Но даже в Ветхом милость до тысячного рода. Это показывает характер Бога. Там точно записывается? Я забыл включить. Сейчас включу. Раз, хоть часть какую-то. Скажите, в чем проявляется одно из главных проявлений милости вообще в природе? Как она проявляется? Проявите милость. Что значит сделать? То есть, да, простить, но незаслуженно простить. Иначе это не милость. То есть, сделать что-то доброе тому, а вот в глобальном, помните, как царь, помиловать. От чего? От смерти. То есть, помилование от смерти. Помилование. Как вот с этого, да, с тюрьмы что же выпускают? Амнистия. Это же помилование, да? То есть, ты еще должен быть. Но помиловали. Или там заменили расстрел на срок какой-то. Помилование. Так вот, когда мы говорим, что Бог милует до тысячного рода, вот о чем идет речь. Что будут те, кто будет прощен. Иначе, что это за милость? Незаслуженно. Милость его превозносится над судом. О, я уже чувствую снова, что будет шкандаль. Ну, и пусть. Потому что это то, какой Бог. Я верю в такого Бога. Всех Бог заключил в непослушание, чтобы всех помиловать. А кому много прощено, тот много любит. Почему детям верующих тяжело? Потому что они не видели папу, облеванного в угаре, пьяным. Который валяется, его надо тащить в кровать, мыть, раздевать. Они не видели. И им тяжело оценить. Когда я увидел, что с моим папой случилось после покаяния, я это оценил. Я понял, Бог есть. Потому что ты видишь красивого, молодого, здорового человека вместо какого-то алкаша, бомжа, которым он уже становился. Но кому много прощено, тот много любит. Вот так устроен мир. Я хочу сказать, что, безусловно, будут те люди, которые будут отправлены в озеро Огненное. И фессалоникийцам написано, что это те, которые возлюбили неправду. Возлюбили. Возлюбить, это заставить себя любить что-то. Это не случайность. Это не по незнанию произошло. Это я. И отвергли благовестие. То есть, там написано, вот в фессалоникийцам, те, кто отверг, чтобы не слушать то, что им проповедуется благовесть, и возлюби, а я все равно буду. Ты знаешь, что за это наказание? Да. А я все равно буду это делать. А я все равно Богу на зло буду это делать. Так ты будешь мучиться потом. Ну и что? Ну, вот такие есть люди. Продавшие свои души тьме. Теперь зайдем в второе коринфянам. То есть, я что хотел сказать, что я не говорю о том, что всех помилуют, спасут. Сатана, зверь, лжепророк первый отправляются в озеро Огненное. Сатана будет брошен в озеро Огненное. И ангелы его, то есть, демонический мир. И также те, кто возлюбившие неправду. То есть, люди, определенные души там будут. Ну, давайте, Матфея, Коринфянам 2, 5. Сейчас открывается так сильно Писание Слова. Это 2 Коринфянам 5 глава. Да я в библейской школе это учили там с этой главы в первые дни. Я думал, что тут я могу с этой главы узнать нового. 150 раз прочитано. Вау. Читаем. Ибо знаем, когда земной наш дом, это хижина, тело, разрушится. Мы, вот говорится, что мы, у многих какие-то, я слышал учения, мы уже в прославленных телах, в нетленных. Хотелось бы посмотреть. Хотелось бы встретиться. Не того, кто верит в это полгода. А кто, вот знаете, 20 лет назад начал веровать, и за 20 лет не изменилась его внешность, и не постарел, и ни один волос не выпал, и морщина не появилась, и зубы. То есть нетленный. Не видел таких. Почему-то самые-самые-самые все равно стареют и уходят. Думаешь, ну что бы там, пожил бы еще там этот Лестер Саммерл, Боб Джонс, ну что, плохо что ли? Старцы вот эти вот, Дерик Принц. Нет. Состарились и ушли в вечность. И апостол об этом же и говорит. Когда этот дом, хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах. То есть вот это, нетленные тела, это жилище для нашего внутреннего человека на небесах. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Только бы нам и одетыми не оказаться на гимии. Вот здесь вопрос. Смотрите, мистика, но не дуристика сейчас будет. Есть мистика-дуристика, а это не дуристика. Помните эту тему про невесту Иисуса, облеченную в космос? Это по Писанию. Написано, что вот возлюбленная Господа будет украшена космосом. Космос переводится как мир. Мир. Ибо так возлюбил Бог мир. Космос. Это греческое слово космос. Это означает мир. Ну, у него много значений, но одно из главных – мир. И невеста Господа, невеста Иисуса Христа будет одета в мир. Как в наследство. Я думаю, отчасти это связано вот с тем морем, о котором говорится. Потому что оно не уничтожено, это море. Ну, это все мистика. Идем в Писание. И вот, слушайте, когда вас спросят когда-нибудь, так для чего нас Бог сотворил? Зачем мы созданы? Зачем это вот Бог нас создал? Для чего? Оказывается, вот здесь черным по-русски написано. «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На это самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа». На что самое? Чтобы смертное было поглощено жизнью. Как говорят некоторые, вы еще тут или еще уже ушли домой? Итак, мы всегда благодушиствуем. И как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы, ходя верою и невидением, то мы благодушиствуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. «Потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя, входя, выходя, входя, выходя в ворота, быть Ему угодными, ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что Он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей». Смотрите, я перед тем, как прочту дальше, скажу, что есть в Откровении такие глава «Боязливых же и неверных, и скверных, любодеев, чародеев, лжецов, участь в озере Огненном». И всегда об этом, ну вот это приводится, ну как бы без шансов, ну лжец, боязливых, друзья мои, боязливых, не маньяков, педофилов, там убийц. Ты боязливый? Ну бывает, ну ты знаешь, куда. Билет у тебя. Послушайте, я когда об этом размышлял, всегда вот когда видишь какую-то несостыковку с общим, вот с общим писанием, с общим мотивом, вдруг какое-то появляется место, которое как будто не соответствует общей концепции. Надо к Богу идти. Он же автор. И когда я пришел к Богу, знаете, что мне открылось? Что эти слова написаны уже после тысячелетнего царства. То есть, когда Ишуа воцарился, и его узрела всякая плоть, и когда уже народы жили не умирая, жили, видя его, все было открыто, и потом они восстали против него, это совершенно другая ответственность. Понимаете? То есть, это не просто я жил, но я как бы верил, но я... Вот, ты видел Иисуса, ты все понял и все знаешь. Невеста, все, Христа, все там. И при этом сатана был отпущен и сумел поднять народы на войну. Естественно, там совершенно другой суд. Кто не знал и делал, бит будет. Но кто знал и делал, бит будет больше. Поэтому, возможно, то, что я получил, этот стих не противоречит, он просто описывает происходящее в самом конце, перед тем, как вот земля и все дела на ней уже будут уничтожены. Потому что Бог, который отправляет в озеро огненное боязливых людей, это не тот Бог, которого я знаю. значит, это к чему-то другому скорее всего относится. Ну, читаем дальше. Пока мы еще здесь, до тысячелетнего царства. Слава Богу, наверное. Итак, 12, нет, давайте 14 стих. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так». Видите, даже тут рассуждать надо. Что мы делаем? Мы рассуждаем. И это не запрещено. Если мы неправильно рассуждаем, будем скорректированы. Любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. «Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Поэтому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же знали Христа по плоти, то ныне не знаем. Итак, кто во Христе, тут новое творение, все древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога». Вот эти, послушайте, два стиха. «Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир». Мир. Плохой вот этот мир. Не вменяя, ну здесь людям дописано переводчиками, нету слова людям в оригинале, не вменяя преступления их мира. «И дал нам слово примирения». Таких стихов на самом деле много. К чему это все? К тому, что ад это не конец и точка. К тому, что на великом суде очень много людей, я верю в это, мне это открыто, будут помилованы из ада, как головня из огня. Кто такая головня из огня? Это то, что уже обгорело. как выглядит головня, не просто которое, ну, такое же дерево, как и обычное, оно уже черное, обуглившее, но оно достано было, там еще осталось что-то внутри. Как головня из огня? Храни вас Бог, чтобы такое спасение у вас было. Это такая глупость, если мы имеем истину, знание, и дойдем до того, что нас, как головня из огня, будут спасать. Но я верю, что очень много будет спасенных, намного больше, потому что Бог наказывает три-четыре рода, а милует тысячу. Если взять, я не знаю, давайте рискну сказать, рискну, если взять в масштабах всего человечества, всех людей, которые когда-либо жили на земле, это ж миллионы, миллиарды, наверное, вот миллиарды людей, всех, до потопа, после потопа, что мы знаем, не знаем, вот взять все и назвать это тысяча, тот минус три-четыре из тысячи, это те, кто окажутся в озере огненном, я верю. От девятьсот, сколько там, девяносто пять, вот, из тысячи, это то, что будет спасено. Само по себе спасение, это тоже не выкол вкыл, спасен или нет, совершайте свое спасение, достигая спасения души, то есть мы все по-разному спасены, разные плоды мы будем приносить, кто-то будет невестой, кто-то будет друзьями, а кто-то как головня из огня, достанной. В любом случае, однозначно, что Бог не желает смерти грешника, вот на чем надо стоять. Если это любовь, если вы можете за своего ребенка жизнь свою отдать, вы же можете, готовы, вот я думал, за кого я готов отдать жизнь, ну, за жену и за детей, вот я готов, ну, за брата не знаю, еще, ну, не думал так, но вот близкие люди, да, вот если будет решаться вопрос, сейчас вот или там Вики, или ты, я скажу, забирайте, как бы, ну, а если, а Бог за своих детей, да, он что, да ладно, грязь эту, курили они вонючие, зачем они мне нужны, фу, отец побежал навстречу вонючему, вшивому, этому, пляшивому, грязному сыну и обнял его, он не сказал ему помыться, а потом только прийти, обнял его вот этого вот вонючего, представляете, такой, с репейниками какой-то, фу, со свиньями кушал, как он пах вообще, вау, обнял его, и говорит, мой сын, мой сын вернулся, наш Бог такой вот, аминь, слава тебе, наш отец, за твою великую любовь, ко всем людям, не только к тем, кто верит в тебя, и мы молимся, чтобы нам, прежде всего, основывать и проповедь свою, и служение, и хождение по этой жизни, не на гневе и суде, но на любви твоей, конечно, мы знаем, что твои суды будут приходить, и ты об этом говоришь, и мы видим, что суды и наказание, и нечестие приходят, но мы верим, что в вечности все же будет очень много тех, кто будут помилованы и спасены, как головня из огня, но также мы молимся, чтобы сейчас церковь была твоим светом и солью в этом мире, и приводила, привлекала людей к вере в тебя, не к становлению церковными людьми, но к вере в тебя, к близким отношениям, личным отношениям с тобой. Мы молимся, Господь, чтобы твой свет сиял все ярче через твою церковь в эти смутные тяжелые дни, потому что ты сам сказал, что разумные будут сиять, народ Божий усилится и будет действовать, даже когда антихрист будет править миром, народ Божий будет усиливаться и действовать. Среди этой тьмы, густой, сгущающейся тьмы, твой свет будет все ярче и ярче и виден все дальше. Слава тебе, наш Господь, во веки и веки. Аминь. Аминь. Для размышления, для испытания духа, вот просто вы духом, и вы там, и кто будет смотреть потом в интернете, духом просто вот к Богу прийти, Господь, это вообще от тебя или нет? Что он сейчас рассказывал? Потому что у меня это работает, когда я что-то натыкаюсь, и оно, мой разум кипит, разум возмущенный такой, и вдруг, и когда к Богу идешь, и Господь, это твое или нет? Он говорит, это мое. И раз, и попускает. Если Богу это нравится, а я что тут, я что, святее Бога? Вот это вот одна из этих проблем инквизиционной церкви, она пытается быть добрее, святее, правильнее и праведнее Бога. А Господь, вот вы видите, что Он никого не спрашивает, Он говорит, берет из брения, из праха, как вот человек валяется в прахе, в пыли, в брениях, грязные, с какими-то вот уже гангренами, берет его и садит с князьями за стол, конечно, изменяя его, посажает его с князьями за свой стол. У нас будет сейчас...